Сегодня в России загранпаспорт можно получить старого и нового образца. Новый отличается встроенным микрочипом, на котором содержится физиологическая информация. Отпечатки пальцев, рисунок сетчатки глаз. Его преимущество – экономия времени на пограничном пункте. Однако, по статистике, большинство оренбуржцев предпочитают паспорт старого поколения. Возможно, потому что он дешевле. В целом же, для подготовки к заграничному отдыху важен не его образец, а срок действия. Стоит иметь в виду, что до окончания срока действия паспорта не должно превышать 6 месяцев. Если, например, у вас срок действия паспорта заканчивается в ноябре, то в феврале вас вряд ли пустят куда-то за границу. Единственным исключением является Турция, которая допускает 90 дней, но по окончании действия тура. Срок действия своего загранпаспорта вы можете проверить, воспользовавшись сайтом вашего туроператора. Обычно сайты выдают информацию не только по сроку, но и по стране, которую вы еще успеваете посетить. Кстати, с начала 2019 года появились кое-какие изменения в процедуре оформления. Законодатель предусмотрел сокращение срока рассмотрения заявления о выдаче заграничного паспорта для граждан, не имеющих место жительства. Если ранее они обращались с заявлением, которое рассматривалось в течение четырех месяцев, то сейчас этот срок сокращен на один месяц и составляет всего три месяца. Продолжает действовать скидка при подаче заявлений через единый портал государственных муниципальных услуг. То есть в настоящее время, если оплачивать государственную пошлину за выдачу заграничного паспорта нового поколения со сроком действия 10 лет, государственная пошлина составит 5000 рублей. При оплате данной государственной пошлины через единый портал госуслуг скидка составит 30%, что составит 3500 рублей. При оплате госпошлины на загранпаспорт старого образца через портал госуслуг сумма составит 1400 рублей вместо 2000. Подробную информацию о пакете документов для оформления паспорта вы можете посмотреть на нашем сайте или на сайте госуслуг.